МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год в середине сентября Владивосток на неделю становится центром притяжения для кинематографистов. Меридианы Тихого – уникальный кинофестиваль, единственный в России, ориентированный исключительно на страны Тихоокеанского побережья. Уже 14 лет именно на его площадках профессионалы и зрители оценивают работы начинающих и уже известных сценаристов, режиссеров и актеров. С каждым годом увеличивается количество фильмов, которые нам присылают. То есть о нас уже знают, что вот это Владивосток, там очень хороший кинофестиваль, очень независимый кинофестиваль и очень честный кинофестиваль. Поэтому вот, пожалуйста, наше новое кино. Растущий интерес к кино из стран АТР подтверждают цифры. В дебютном для Меридиана в 2003 году количество работ заявок к участию составляли 150 фильмов из 14 стран. Показу тогда отобрали 56. Уже через два года 24 страны прислали 210 картин, из которых 88 фильмов вошли в конкурсную программу. В 2011 году в Оргкомитет фестиваля прислали 850 кинолент из 60 стран. А на юбилейный десятый кинофестиваль в 2012 году пришло уже 1080 работ из 81 страны мира. Тогда в программу конкурсных и вне конкурсных показов вошло около 200 картин. Меридианы Тихого 2016 на суд зрителей и жюри представили 180 фильмов из 41 страны и 19 международных премьер. Лидеры по количеству фильмов – Россия и Китай. К слову, уже три года как фестиваль возглавляет художественный руководитель театра имени Горького Ефим Звенятский. До этого на синей звездной дорожке гостей встречала и провожала супруга экс-губернатора Сергея Дарькина, заслуженная артистка России Лариса Белоброва. Но с приходом в 2012 году нового главы региона обновить решили и фестиваль. «Он уже преодолел десятилетний юбилей и сегодня нуждается в качественном обновлении. Это должен быть новый уровень. Зрители, а это как наши жители, так и гости края, ожидают уже чего-то нового. Возможно, следует изменить площадку проведения», отметил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. Так и сделали. Из центра города и привычно во всем кинотеатры «Океан» меридианы перенесли аж на русский остров в новенький кампус ДВФУ. Гостям и участникам фестиваля 2013 года, конечно, понравились прогулки по университетской набережной и непринужденная обстановка на острове. Но вот публике и журналистам такие перемены принесли одни неудобства. В итоге уже на следующий год площадка кинофестиваля вновь сменилась. Вместе с очередным новым местом еще одним ноу-хау 12-го кинофестиваля стали и селфи а-ля «Оскар». На них особенно сильно в глаза бросался и конфуз фестиваля, который тогда особенно обсуждали. Впервые за 12-летнюю историю меридиана Птихова в одинаковых платьях на ковровой дорожке появились хозяйка фестиваля 2014 года Ирина Миклушевская и одна из ведущих событий Виктория Лопырева. Но все же больше внимания публика уделила приятным моментам. Например, приезду голливудского актера Стивена Болдуина. «Я очень хотел посетить кинофестиваль еще в прошлом году и я очень рад, что на этот раз мне это удалось». А особенно тогда всех поразил приезд оскароносного Эдриана Броуди. Эта новость стала сенсацией «Пасифик Меридиан-2014». Здесь актер представлял фильм «Поезд на Дарджилинг» и, конечно, встретился с журналистами, где рассказал, что мечтает сыграть в театре что-нибудь из русской классики. «Есть те проекты, которые планирую продюсировать и выступать в качестве режиссера. Может быть, однажды мы поставим что-нибудь из Чехова». Приезжали во Владивосток и Жерар Депардье, Пьер Ришар, Винсант Перес, Лайза Миннелли, Изабель Юпер и Джулия Орманд. А почетной гостьей кинофестиваля в этом году стала британская актриса Жаклин Бесет. Во Владивостоке звезда фильмов «Богатые и знаменитые» Наполеона Жузефина побывала на фабрике по переработке рыбной икры и даже задумалась над тем, чтобы приобрести здесь квартиру. «Ну, я не знаю русский кинематограф очень хорошо, трех или четырех режиссеров знаю, Сергея Бодрова, Никиту Михалкова, Андрея Кончаловского. Но еще я видела несколько картин, режиссеров которых я, к сожалению, назвать не могу». Но даже несмотря на то, что звездные гости продолжают приезжать, а президентом фестиваля в 2016 году становится Федор Бондарчук, над масштабным событием сегодня витает дух сомнения. А не закроют ли меридианы? А будет ли 15-й юбилейный кинофестиваль таким масштабным, как обещают? Предполагать можно всякое, однако на закрытии Владимир Хатиненко и Федор Бондарчук публично пообещали сделать все возможное для того, чтобы этот фестиваль стремительно развивался. «Фестивалю надо помогать, о фестивале надо говорить, фестиваль надо усиливать, укрупнять, делать все, чтобы он становился больше, комфортнее, о нем больше людей знали. И вот, наверное, эту миссию я и принесу в следующий год и буду об этом говорить в Москве и не только». А еще обнадеживает и то, насколько серьезный интерес вызывает это кинособытие у обычных зрителей. Так Татьяна вместе с мужем посещают меридианы Тихова уже 14 лет. На время кинопоказов она даже берет отпуск для того, чтобы посмотреть как можно больше авторских работ. «Мне очень нравятся как конкурсные фильмы, так и такие рубрики, как «Панорама», «Кородкий метр». То есть это тоже такие фильмы, они эксклюзивные, то есть их можно увидеть только на фестивале. И во-вторых, мне очень нравится атмосфера нашего праздника. То есть как-то сливается атмосфера кинофестиваля и атмосфера нашего прекрасного портового города». Так или иначе, меридианы Тихова сегодня один из символов Владивостока, который повышает статус города. Количество участников фестиваля растет, любовь зрителей к нему не проходит. Кино стран АТР остается интересным и профессионалом, и любителем. А для этого и создавался кинофестиваль. Анна Бережная, Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров, Станислав Лазебный, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом. Продолжение следует...